Врачи, которые работали в составе медицинской комиссии, обследовали 1219 потенциальных солдат. 278 из них по состоянию здоровья признаны негодными к воинской службе. Отсрочку получили 189 жителей Пинска и Пинского района. Мы отправили вооруженные силы 281 человек, из них 250 на срочную военную службу в разные структуры. Если брать конкретно по цифрам, вооруженные силы было отправлено 166 человек, во внутренние войска 40 человек, органы пограничной службы 17 человек, органы государственной безопасности 7 человек, дорожно-транспортное обеспечение 20 человек. И помимо этого 31 человек отправлено на службу в резерве. Этих некогда призывников уже ждут на гражданке родные, близкие и друзья. Сегодня каждый из них в солдатской форме и изучает воинский устав. Для бойцов новый жизненный этап. Своей участий ждут и те, кто отказался от службы в вооруженных силах. У клонистов в этом призыве оказалось в два раза больше, чем в предыдущем. Что касается именно по гражданам, не явившихся, тоже картина плоховатая, то есть возросла численность. Если брать в прошлом призыве, у нас было 167 человек, не явившихся на мероприятие призыва, то на сегодняшний день у нас 174. И если брать граждан, которые уклонились, которые получили повестку и уклонились от мероприятия призыва, в прошлом призыве было 14 человек, в этом призыве у нас уже 28 человек. То есть выросло количество граждан, уклоняющихся от мероприятия призыва. Причинами этих возбуждений потом в дальнейшем уголовных дел является, это первое, нежелание самих призывников проходить срочную военнослужбу или службу в резерве. То есть любыми способами, как я сказал, уклоняются они от этих мероприятий призыва. Наказание за уклонение от воинской службы прописано только в уголовном кодексе. Тех, кто не желает отдавать долг родине, привлекают либо к административной, либо к уголовной ответственности. Максимальный срок, предусмотренный по данной статье – два года лишения свободы.